Ну что ж, здравствуйте, друзья. Нас сейчас скреют теплые взгляды посетей Черентано на третий, а это значит... Это место вкусных новостей. Все верно. Итак, есть несколько новостей. Первая из них вовсе не новость, все в курсе, что буквально недавно городской голова подписала распоряжение о переименовании объектов топонимики. В связи с этим в городе появятся новые аншлаги, которые помогут горожанам освоиться с новыми названиями улиц, проспектов, парков, скверов и даже одного района города. Артем, вот твоя личная позиция, как ты считаешь? Вот переименование улиц, знаков, парков, памятников, это хорошо или плохо? Знаешь, я так скажу так вот, завуалированно, я ожидал, что придут перемены, что будет что-то по-другому, но я не знал, что перемены начнутся с аншлага. Аншлаги по всему городу. Проспект Петросяна. Площадь Степаненко. Знаешь, как можно измерить площадь Степаненко? Нет. Это надо у Петросяна спросить. Плоскостью юмора, очень плоская площадь. По предварительным подсчетам необходимо будет изготовить 800 указателей. Таким образом, примерно, некоторая сумма из городского бюджета понадобится для замены аншлагов на переименование на переименованных улицах, переулках и проспектах. Дай им бог здоровичка. Сумму мы вам не скажем, потому что это каких-то несчастных 120 тысяч гривен. Продолжаем. Между прочим, в Полтаве жених поплатился за отказ гулять мальчишнику. И правильно? Ты свою позицию обязательно подтвердишь. На улице Пушкина возле дома номер 40 в Полтаве это важная информация. Подожди, ты уверен, что на улице Пушкина не переименовали? Может, нет. Да, возможно, мы сейчас вам сообщаем уже неправдивую новость, потому что улица может называться уже как-то по-другому. Итак, появился странный автомобиль. Геннадия Ветрова. Странный автомобиль, полностью замотанный в пленку. Фотографии Ниссан в редакцию Полтавщины прислал полтавчанин по имени Сергей. Хотя, кто знает, может быть уже и не Сергей. Может быть уже Геннадий Ветров. Да, как выяснилось, четверо близких друзей, одним из которых является Сергей, решили таким образом предупредить своего товарища Дмитрия, который держит дату свадьбы в тайне и, как следствие, отказывается проводить мальчишник. На днях он уехал в командировку, оставив свой Ниссан на улице. Товарищи решили воспользоваться этим случаем и предупредить жениха. Для розыгрыша они использовали 220 метров пищевой пленки и бант, который прикрепили на крышу. Ну, признаюсь честно, мне кажется, новость не совсем достоверная. Во-первых, из-за улицы Пушкинской. А во-вторых... Пушкина. Пушкинской? Пушкина. Я говорю, как переименовали. А. Вот. Собственно, и ребята просто по своей сути агрономы. Они уже готовы выращивать закуску под мальчишник. Ведь, как известно, весной под пленкой начинают выращивать редиску. Поэтому в Ниссанчике, когда вернется из командировочки, уже будет редисочка. А мне кажется, что самая соль этой новости, что ребята потратили на покупку пленки примерно такую же сумму, как в нашем городе потратили на покупку аншлагов с названиями. Ну, а так как эта сумма небольшая, всего лишь каких-то 120 тысяч гривен. Ну что ж, следующая новость. Индианка с бородой стала модель. Харнай Хаум, которая живет в Индии, воплотила свою давнюю мечту. Девушка всю жизнь мечтала стать моделью. Но гормональный сбой, казалось бы, поставил крест на ее карьере. На ее лице начала расти борода. Несмотря на это, Хаум не сдалась. Она в течение многих лет ежедневно сбривала нежелательную растительность на лице. До того момента, пока не научилась воспринимать себя такой, какая она есть. Впоследствии девушка осмелилась и даже научилась зарабатывать на такой своей особенности. Она стала работать моделью. Она моделирует и демонстрирует ювелирное украшение. Одни из самых известных ее клиентов – это Мадонна и Леди Гага. И, конечно же, известная всем, или известный всем, мистер Кончита Вюрст. Мистер. И мистер Михаил Рябаконь тогда. Ну, мы всех бородатых не играем. Ты знаешь, по этому поводу можно сказать, что здесь показан отличный пример того, что можно использовать собственные недостатки как стимул для того, чтобы развиваться и сделать на этом карьеру. В Испании выпустили пиво в честь любовницы короля. Да. Испанская пивоварня предоставила потребителям необычное пиво под названием «Блумберг Трайпл». Оно изготовлено из ячменя, пшеницы, овса, полезная на завтрак. Езюминкой является добавление кориандра и знаменитой копченой паприки из долины Ла Вера. Или Ла Вера. Ла Вера. Ла Вера. Ла Вера. Это же Испания. Производители уверены, что данный напиток обязательно пришелся бы по вкусу испанскому королю Карлу Пятому. Но мы этого уже не узнаем. Я прошу прощения, а его любовница еще жива, что ли? Да, потому что на момент, когда они познакомились, ей было... Ей было три. Он, кстати, был известным гурманом и заложил пивоварные традиции в стране еще в 1542 году. Так, это ей получается уже 607 лет примерно. Да, скоро в школу. В связи с этим фактом представители компании решили назвать новую линейку пива «Линейка пива». Понял? Класс. Вот это школьный прибор, вот это канцелярия. Я же говорю, скоро в школу, линейка пива. Октябрьские школьники нервно облеснулись сейчас возле экрана в телевизоре. Линейка пива и транспортир... И транспортир Сулагуни, транспортир Сулагуни еще. Это циркуль сухариков, финал орешков. Вот такой вот грядет учебный год у наших первоклашек. Отмечается, что эта дама славилась не только своими внешними вокальными данными... Но и вкусом паприки. Да, от нее, знаешь, исходил такой легкий аромат... Перца. Перца. Дама с перчинкой. В апреле месяце, 23 числа, в 4 с четверти утра, николаевцы приглашают принять участие в первом в Николаеве благотворительном забеге «Я и мой четвероногий друг», который пройдет в рамках николаевского полумарафона. Это школьники с отцами-алкоголиками будут? Все верно. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила соучредитель «Зоофеникс» Наталья Данилюк. Дорогие жители Николаева и гости города, счастливые владатели собак любого возраста, размеры и породы, а также любовницы короля Карла Пятого, 23 апреля приглашаем вас принять участие в первом в Николаеве благотворительном забеге «Я и мой четвероногий друг» и моя любовница Карла Пятого, который проходит в рамках николаевского полумарафона. Полумарафона пишет Наталья. Да, сегодняшний полумарафон, друзья, что стоит прийти и пробежать полумарафон, если это положительно скажется на вашем здоровье, на благосостоянии города, и, конечно же, я думаю, поможет. Цель мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни для животных, сбор средств для оказания помощи и лечения бездомных животных. Будет проведено всего два зоозабега. Участники с собаками средних и крупных пород на поводках, а также участники с собаками мелких пород или щенками. По желанию, с собаками на поводках, на руках, в рюкзаках. То есть, понимаете, да, можно где разгуляться. То есть, абсолютно по-разному приносите, приходите, приезжайте на своих собаках. Кстати, вот для бойцовских собак будет сделан отдельный забег. Будет выпущен атлет Николаевского клуба, любители бега от собак. Вот, и на него будут натравлены питбули. Ну, то есть, для того, чтобы хозяева не переживали, и им не пришлось контролировать своих собак. То есть, так сказать, дадим животным волю. Максимальная натуральность. Да. Друзья, на этом все. Такие вот они хорошие, вкусные, приятные новости в пиццерии Челентано на 3-й. Субтитры создавал DimaTorzok